Михаил Осипович Меньшков Письма к русской нации На страже государственности нашей стоят именно воспитанные, тонкокультурные люди. Признание иностранных языков им открыт всемирный опыт ничуть не меньше, чем германским и французским государственным людям. Все это так, отвечу я. Но действительность показывает, что это не спасает нас от неудачничества. Названные русские тонкокультурные люди именно теми отличаются от западных, что имеют слишком тонкий слой культуры вместо сравнительно толстого, зато более мощного, имеющегося на Западе. Что касается широкого, будто бы умственного развития нашей интеллигенции, то это развитие отдает поверхностным дилетантизмам. Еще Гончаров в регат Павлада отмечал, насколько английские инженеры кажутся тупыми и односторонними в сравнении с нашими. В то время как наши инженеры могли философствовать о чем угодно, английские всей душой погружались точно в колодец свою специальность. Полстолетия английского и нашего инженерного прогресса показали, на чьей стороне было преимущество развития. Математик и кавалерист Хомяков занимался богословением. Артиллерист Лавров – философия, лесовод Шелгунов – политическими вопросами и прочими-прочими. В результате столь распространенной наклонности заниматься не своим делом явился широкий развал и церкви, и народного быта, и разных отраслей государственности. Трудно быть точным, где нельзя опереться на цифры, но, по-видимому, ни одна интеллигенция наша страдает верхоглядством. Этот порог, к сожалению, встречается и в том слое общества, который составляет наш командующий класс. Бесконечная возня с выработкой законов, причем самая незначительная тема, перебрасывается с рук на руки многочисленными комиссиями в течение десятков лет. Что это такое, как не следствие общего невежества? Как английские хронометры, выброшенные после кораблекрушения на Дикий берег, становятся загадкой для многих поколений дикарей, так и иной государственный закон, выброшенный на канцелярскую волокиту. Неполнота понимания заставляет передавать его из рук в руки, причем накопление темных догадок нисколько не уясняет дело. Что нужно было бы дикарям для постижения чуда, именуемого хронометром? Простого часовщика. Не более. Что такое касты? Так что же, воскликнет радикальный читатель, вы значит стоите за касты? Я стою за трудовую органическую структуру в обществе. Все мы получили отвращение к кастам в казенных школах, где бессословные педагоги приводили пример от жившие сословия и говорили, вот безобразие, полюбуйтесь. Но это все равно, как если бы показывать труп и выдавать его за живое существо. Приводили пример индийские, египетские касты или нашу, никогда не сложившуюся как следует шляхту, которая прокутила свое призвание и свои права. За такие сгнившие сословия я, конечно, не стою, но в момент возникновения нигде на свете сословность не была сгнившей, нигде она не была выдумана, везде выступала естественно. Как требование природы, везде составляла живую организацию общества, трудовое расслоение на клетки, ткани, органы, без чего невозможна жизнь. Падает трудовое разграничение, поднимается анархия. И, наконец, если нет никаких классов и объявлено полное равенство, общество рассеивается, как освободившееся в виде газа молекулы. Равенство – вещь прекрасная, но все прекрасное в равенстве, как в свободе и братстве, осуществимо только в сословном строе. Вне трудового разграничения, если мы все равны, то мы решительно не нужны друг другу и неинтересны. Общественное сцепление получается тогда лишь, когда является неравенство. Когда, например, мужчина встречает женщину, когда около пахаря, умеющего печь хлеб, поселяются сожители, умеющие делать платье, сапоги, утварь. При развитии общества в силу крайней нужды, в силу разделения труда образуются воины, правители, ученые, священники, и только в качестве таковых они полезны друг другу. Недаром профессии всюду приобретали замкнутый характер. В интересах совершенства каждой отрасли труда – то, чтобы люди отдавались ему всецело, на всю жизнь, чтобы они рождались в тихии этого труда и умирали, передавая потомство, выработанные в течение веков навыки, склонности, способности, изощренные до таланта. Каждая профессиональная каста являлась вечной школой определенного труда. Воин среди военных изучал и не мог не изучать свое ремесло до степени искусства. Пахарь среди пахарей вбирал в себя еще с малых лет тысячелетние познания земледельца. У нас удивлялись, когда покойный Энгельгард объявлял крестянина профессором земледелия. А он сказал правду. Наш крестянин – профессор, так сказать, плохой эпохи земледелия. А возьмите немецкого или китайского крестянина. Это профессора хорошей эпохи. Такими же профессорами своего труда являются цеховые, ремесленники, торговцы, священники. Нетрудно видеть, что именно замкнутость труда делает людей аристократами. Рыцарь меча – потому рыцарь, что он артист меча. Но почему артист сухи или сапожного шила не дворяне? Именно своих призваний. Благородство всякому труду, как бы он ни был скромен, дает честность и техническое совершенство. Никакого иного значения сословия не имели в своем замысле. Именно цеховое устройство труда позволило выработать скелет нынешней цивилизации. Средневековые промыслы и искусство. При крушении старых сословий очень быстро сложились новые классы. И чем более процветает какое-нибудь дело, тем чаще видим в нем преемственность целого ряда поколений – сословность труда. С этой крайне важной точкой зрения самыми совершенными школами были бы профессиональные, где дети каждого трудового класса втягивались бы в дух и знания наследственного труда. Я не говорю об исключительных призваниях. Они найдут свою дорогу. Но заурядная молодежь только выиграла бы от сословных, назовите их профессиональными, школ. Заурядные дети приучались бы к какой ни на есть работе вместо дилетантской неспособности ни к какому труду. Говорят, школа должна готовить не ремесленника, а человека. Какой вздор! Корни обломовщины Кто видел когда-нибудь это загадочное существо человека? Мы встречаем земледельцев, ремесленников, писателей, чиновников. Но что такое человек? Даже ресторанный человек – специалист известного труда. Если юноша совсем не специалист и ничем его назвать нельзя, то будьте уверены, что это бездельник – творение самое несчастное на земле. Именно таких бездельников готовит наша государственная школа. На государственный счет одно поколение за другим проводит образовательный свой возраст в том, чтобы прикоснуться ко всему и не научиться ничему. И это называется образованием. Но я думаю, что именно такая школа не дает никакого образа духа, никакого образования. Только определенный труд, притом доведенный до степени искусства, образует человека. Дает душе физиономию. Дилетанты же нашей школы, ничему не научившись, выходят ничем. Ни землевладельцы, ни ремесленники, ни художники, ни военные. Кто же они? Никто. Нихил. И именно этот Нихил тщательно культивируемый государством подготавляет почву для революционного нигилизма. Юноша, окончивший сословную профессиональную школу, хоть что-нибудь знает. А знать значит признавать нечто и чаще всего любить. Окончив бессословную школу и ничего не зная, юноша, естественно, ничего не признает и ничего не любит. Единственное, чем остается ему быть, это или бездельником, если он бездарен, или революционером, если он хоть чуть-чуть не глуп. Отречемся от старого мира, орут молодые невежды. Как не отречься? Раз вы не знаете китайского языка, вам по неволе приходится отречься от него. Если бы вы знали немножко старый мир, вы непременно любили бы его и не отреклись бы. Если бы хоть одним ноготком, хоть одной трудовой привычкой юноша завяз в старом мире, он не отряхнул бы с такой грацией прах своих ног. В самом деле, если школа в течение 10 лет только и оставляет на юноше, что прах на его подошвах, дуновение ветра, и нет его. Юноша болтается пространстве, вне общества, вне родины, вне истории. Десятки и сотни тысяч таких деклассированных, сорванных с корня молодых людей ежегодно приготовляются самим государством. И последнее, простодушно изумляется, видя в этой ходячей анархии своего врага. Но каким образом бездельные молодые люди, не втянутые ни в какую профессию, не зацепившиеся в обществе, ни за один серьезный интерес, сочтут себя в родном обществе дома? Вот основная причина глубокого недовольства, отравляющего молодежь. Они в большинстве бездельники и лентяи, притом невольные. В самый лучший трудовой возраст, когда силы избыток, они чувствуют праздное томление, неспособность ни за что взяться. «Вся тварь разумно скучает», — сказал бес, — «и это верно. При условиях, в которых бесы поставлены, то есть при обеспеченном пансионе в аду и при отсутствии каких-либо честных обязанностей, им нельзя не скучать. И отсюда их бесчисленные пакости, творимые над людьми». Дай, творец господам Мефистофелям, сколько-нибудь серьезной обязанности им не пришло бы в голову разрушать мир. Сумеет наша государственность посредством трудовой, сословной, то есть профессиональной школы втянуть молодежь в порную работу, не было бы нигилизма, озлобленности, стремления делать мерзости и разрушать. Взгляните, как скучают молодые животные без занятий, но совершенно то же самое человек. Сотканный из мускулов и нервов, весь машина-человек вне труда чувствует себя несчастным. И всего несчастнее, мне кажется, обломовы, записные лентяи. Как юношеству быть недовольными таким порядком вещей, которые лишают их высшего счастья, увлекательного труда? Нетрудно было бы доказать, что не только учащаяся молодежь демонализована бездельем, но тем же пороком страдает и учащий состав. Кто они? Преподаватели и профессора. Те же недавние студенты, не очень давние гимназисты, прошедшие ту же изнуряющую душу школу. Вот отчего попробовать вначале слабо сопротивляться школьным бунтам, забастовкам, обструкции и тому подобное, преподаватели и профессора кончили тем, что большинство их примкнули к этому будто бы освободительному движению. И старые, и молодые ленивцы, гнетомые праздностью, нашли в политическом бунте оправдание своему злосчастному неудачничеству, оправдание перед собой и людьми, а также возможность сорвать сердце на общем козлище отпущения правительстве, которое в данном случае ненапрасно несет на себе грехи мира. 12 августа. Власть как право. Быть или не быть сильной власти – это то же самое, что быть или не быть Россией. Вот почему я считаю долгом возвращаться к этому тяжелому вопросу. Речь идет о страшной государственной болезни, которую можно сравнить с перерождением сердца. Болезнь эта появилась у нас давно. Может быть, она унаследована в самом зачатии государственности. Наше государственное тело велико и обильно, но нет соразмерного двигателя внутри. Придите быть нашим сердцем, говорили новгородцы Варяга. Слабость центрального мускула в своих средних стадиях не смертельна. Однако в последние столетия обнаружились слишком зловещие признаки. Кроме страшной отсталости культурной, ее следствия нищеты, мы пережили две позорные войны. И последнюю с врагом физически втрое слабейшим. Мы переживаем постыдные годы бунта, где народные отбросы в союзе с инородцами терроризируют власть, срывают парламент, лишают возможности культурного законоустройства, предают трудовую часть нации разгрому и грабежу. Все это явление, не обещающее ничего доброго. Я не могу скрыть от читателей своей тревоги и не могу не говорить того, что составляет мое глубокое убеждение. Нам нужна не какая-нибудь, а непременно сильная власть. Нам необходимо могучее сердце, иначе мы пропали. Это сердце и теперь, как на заре истории, может быть создано народным организмом. Оно должно быть создано. Если у больных людей есть методы укрепления сердечной мышцы, то, несомненно, есть способы укрепления государственной власти, и нужно поспешить с ними. Нельзя с этим откладывать. Россия гибнет от усталости сердца. Неужели мы, живое поколение русских людей, настолько ничтожны, чтобы не помочь Родине в черные ее дни? Неужели мы, как племя, настолько выродились, что не способны восстановить жизненно необходимый орган? Множество моих противников ослеплены опасным заблуждением, будто гипертрофия власти означает ее силу. Кричат, что власть у нас чрезмерно сильна, что для спасения России необходимо обуздать эту силу, связать ее общественным противовесом. Под силой власти они понимают произвол, жестокость, бессмысленность, те черты тирании, которые вульгарно приписываются самовластью. Столыпин, вероятно, сделает мне честь признать за мной иное понимание существа власти. Если бы речь шла о машине мертвой, например, о заряженной пушке, то силу ее было бы допустимо определять количеством разрушений, на которые она способна. Но власть машина живая, как всякое живое тело, оно существо отчасти духовное. Сила правительства определяется способностью достигать своих целей. Цели же эти, конечно, не только разрушительные, но и творческие. Даже лютый враг нашей власти не станет отвергать благих ее намерений. Но даже пламенный поклонник власти согласится, что благие намерения не выполнялись. Сама власть не отвергает последнего, иначе она не взяла бы на себя починь переворота. Именно в том-то и суть несчастья наших, что государственная власть потеряла способность осуществлять свои намерения. Разве можно такую власть назвать сильной? Развечь перестала достигать своих целей, она перестала быть сама собой, она превратилась в нечто другое. Достаточно в тысячесильный паровоз попасть в горсть и песку, чтобы он остановился. Но если он остановился, какой же он паровоз? На все время бездействия он тело мертвое, груз, который сам нуждается в двигателе. Сила власти не в намерении, а в исполнении. Наше правительство, кроме подозрительных господ, втершихся министры, чтобы при первой беде власти перекинуться в кадеты, вроде господ Федорова, Кутлера и других, наше правительство искренне желало иметь счастливый народ и имеет народ голодный и недовольный. Желало иметь победоносную армию и довело армию до Мукдена. Желало иметь сильный флот и довело флот до Цусимы. Желало законности, тишины, порядка и довело до позора, непрекращающихся убийств. Скажите, можно ли государственную власть назвать сильной, если она достигает как раз обратных целей? Столыпин, конечно, не менее других русских публицистов, осведомленный в намерениях власти, пришел к мысли, что с политическим террором может справиться только само общество. Но ведь это значит, манифестировать бессилие правительства несравненно решительнее, чем мог бы сделать я. Сила власти, заявляет Столыпин, должна заключаться в силе права, а не в праве силы. Формула прекрасная, я безусловно согласен с ней. Я никогда, ни одной минуты, не ставил физическую силу в политике выше права. Понимая под правом справедливость, желая видеть власть сильной, я добиваюсь торжества вовсе не силы, а именно нравственного права, вложенного в понятие власти. Я думаю, простительно, каким-нибудь еврейчикам из газетной черни, а не нам с господином Столыпиным, представлять себе власть как нечто противоположное праву. Власть над народом не есть право собственности, не джас ютэнди, а обязанность служения пределов пользы народной. Избранием династии, которое вручено народам верховное управление, утверждено право действия власти на благо нации, на славу нам, на страх врагам. В самом слове правительства в глаголе «править» заключено понятие «право», неразрывного в народном разуме со справедливостью. Следовательно, власть по существу своем никак не может пониматься как право силы, а всегда есть сила права, кроме тех, конечно, случаев, когда власть падает в злоупотребление. Но в последних случаях власть перестает быть властью, как музыкант, взявший фальшивую ноту, в этот момент уже не музыкант. Только деятели клеветнической, заведомо лгущей печати, сделавшей преступность слова своим ремеслом, могут утверждать, будто я ратую за злоупотребление власти. На самом деле, кроме непрерывной борьбы со злоупотреблениями власти, я стою еще за то, чтобы самое употребление власти было восстановлено. Чтобы власть получила, наконец, возможность действовать как право. Кроме скверного делания, есть не менее опасный порог – неделание. Право, неосуществленное, перестает быть правом. Но самое священное право, чтобы действовать, должно быть силой. Это элементарные требования механики. Отсюда я настаиваю на необходимости власти быть сильной. Столыпин упрекает меня в том, будто я упустила из виду его утверждение, что достигнуть подавления террора можно выдержанным, неумолимым, но хладнокровным и законным преследованием преступности при непременном условии деятельного государственного творчества. Я вовсе не упустила из виду этих строк, но решительно не знаю, как связать их с главным тезисом господина Столыпина. С позором непрекращающихся убийств может справиться только само общество. Причем заслуга правительства была бы только в умелом использовании общественного сочувствия. Выходит так, если я понимаю, господина Столыпина, что если есть на лицо общественное сочувствие, то допустимо выдержанное, неумолимое, хладнокровное и законное преследование преступности. А если нет общественного сочувствия, то правительству нечего использовать, то есть как будто нечего и делать, и остается самому обществу справляться с бунтом. Эта точка зрения, мне кажется, вдвойне неверной. Она ставит государственную борьбу с бунтом в зависимости от торжества так называемой реакции. Если есть реакция в обществе, есть и борьба. Нет реакции, нет правительственной борьбы. Я думаю, власть государственная должна быть рассчитана не на столь приходящие условия, как общественное сочувствие или несочувствие. Власть, мне кажется, во всяком случае обязана бороться с преступностью. Бороться непрерывно. Со всей силы врученного ей истории права. Общественное несочувствие к власти не ослабляет, а скорее усиливает обязанность власти преследовать преступления. Ведь если в обществе растет несочувствие к власти, то значит растет преступность. Стало быть, тут-то правительству и приходится напрячь все силы для одоления беды. Вся заслуга власти не только не во умелом использовании общественного сочувствия, как пишет Столыпин, а наоборот, в мужественном презрении к самой мысли подделываться под чьи-то вкусы, в честной решимости идти хотя бы против общественного течения, если оно явно вредно. Разве в самом деле общественное сочувствие всегда синоним справедливости. Вспомните Иерусалим, побивавший пророков. Общество – представитель данного момента, данного поколения, тогда как власть должна чувствовать себя представителем всей нации в ее истории. Только на этом основании династия избирается не на данное поколение, а в долготу веков. Она во времени становая ось народная, поддерживающая общее единство. Вот почему ее право выше общественной популярности. Обрекать власть хотя бы на умелое использование общественного сочувствия значит делать власть игрушкой толпы. При этом правительством делается толпа, а управляемой вещью – власть. Не думаю, чтобы такая перемена ролей повела бы к чему-нибудь хорошему. Я отнюдь не отрицаю государственного творчества, о котором говорит господин Столыпин. Я только полагаю, что оно, как всякое творчество, должно быть свободным, то есть прежде всего свободным от власти общественного мнения. Если художник, артист, писатель поставили бы своей единственной заслугой умелое использование общественного сочувствия, я прямо сказал бы – это бездарности, это шарлатаны. Они могут обмануть толпу и пробиться в идолы, но это будут именно идолы, а не боги. Художество свободно – вот первый закон творчества. Все великие искусства, в том числе искусство власти, только тогда велики, когда независимо от мнений общества, когда умелое использование случайной моды не входит в их расчет. Я желал бы своему отечеству гениальной власти, которая никогда не слагала бы на общество своего творчества, которая не нуждалась бы в сочувствии толпы, а которая, подобно правительству Петра Великого, Фридриха Второго, Наполеона, Бисмарка, в самой себе находила бы импульсы и великие цели. Как показывает история, творческая власть часто шла вместе с обществом, но нередко наперекор ему, причем в последних случаях ошибалась не власть, а общество. Отрицая пагубную мысль, будто бороться с террором может только само общество, утверждая, если бы нынешняя власть нас покинула в этой борьбе, то мы принуждены были бы организовать новую власть и только через нее могли бы бороться с преступностью. Я этим вовсе не отрицаю ни самодеятельности общества, ни его свободы. Совершенно напрасно Столыпин приписывает мне мысль, только неразделяемую мной, но такую, против которой я давно сражаюсь по мере сил. Общество бесспорно имеет свои политические права, но и власть имеет свои. Будем держаться в Конституции, если хотим иметь ее. В основных законах наших я не вижу, чтобы обществу было предоставлено право борьбы с преступностью и чтобы правительство было освобождено от обязанности этой борьбы. Напротив. Перечисление свобод в основных законах я не вижу свободы следствия и суда над своими согражданами, свобода наказания их тюрьмой и казнью, свобода ограничения преступных организаций и тому подобное. Право силы в нашей Конституции предоставлено всецело силе права, то есть закономерной власти, общему органу общества. Но те же основные законы предоставляют обществу широкое поле самодеятельности и очень определенное право вмешательства в государственные дела через представительство в парламенте. Вот этой самодеятельности и этому вмешательству в виде контроля над властью я сочувствую, ибо считаю, что жизнь тела столь же необходима для жизни сердца, как и обратно. И от власти, и от общества я не требую чего-нибудь чрезвычайного. Я хотел бы только, чтобы власть была властью, а не подделкой ее под общественное сочувствие, и чтобы общество было обществом. Не будемте путать функции. В самом деле ведь опасно заставлять кишки работать за сердце или наоборот. Я страстно желал бы общество видеть самодеятельным. Но в каком смысле? А вот в каком. Будемте хорошими работниками. Каждый по своей части. Хорошая работа есть ежедневная дань государству, ежедневный вклад в общество, непрерывное накопление богатства умственного и материального. Накопление. Согласитесь, лучшие растраты. Чтобы быть хорошими работниками, будемте свободными художниками своего труда, то есть людьми мужественными, независимыми от вкусов толпы, от изменчивого общественного сочувствия. Будемте, наконец, достойными гражданами, то есть людьми, в самих себе подавляющими всякую преступность. И тут наша самодеятельность безгранична. Если Конституция не дает права хватать за шиворот своих ближних и подвергать их нашему самосуду, то все Конституции допускают собственный самосуд. Например, если бы газетный клеветник и лжец, и фальшивомонетчик слова, то никакая власть вам не перечит осудить свои скверные занятия и наказать себя до способа, если угодно, унтер-офицерской вдовы включительно. Никакая власть не перечит вам любить Родину и выслать в парламент людей, любящих ее, разумных и стойких, лишь бы неприступных. Вплоть до преступлений Конституция признает самодеятельность общества. Признаю я ее в тех же пределах. Столыпин просит, чтобы ему указали реально, в чем должно проявиться усиление власти, в каких поступках, с точным их перечислением, в каких мероприятиях. Если угодно, я в следующей статье отвечу. Но должен заметить раньше, что усиление власти проявляется не в тех или иных поступках и мероприятиях, а в силе всяких поступков, всяких мероприятий. Если поступки власти достигают цели, я считаю власть сильной. Если цели умны, я считаю власть умной. Если в итоге устанавливается на земле мир и в человеке благоволения, я первой присоединяюсь к мнению Херувимов и говорю «Слава Богу!» 21 августа. Подъем власти. Чтобы усилить власть, не нужно нарушить закон. Достаточно его исполнить. Как власть Божия не была отменена у иудеев, а только узурпирована их теократии, так государственная власть у нас. И в ветхом нашем, и в новом законе власть утверждена прочно, но осуществление ее в руках бюрократии ослаблено до полного иной раз паралича. По основным законам, которые для чего же не будут написаны, российское государство есть монархия, причем лишь некоторые функции верховной власти разделены между монархом и представительными учреждениями. Между тем, не только так называемое общество в лице левых партий, но и сама бюрократия безотчетно клонят к установлению республиканского образа правления или того скрыто-республиканского, в котором эрое регне маисне гаурэме пас. Вместо того, чтобы принять честную конституцию, какой она дана, у нас сами министры, начиная с автора конституции, графа Витте, первые заголосили об общественном сочувствии, о необходимости общественной поддержки, без которой государственность будто бы не может выполнять даже своих полицейских обязанностей. Но если вспомнить, что так называемое общество у нас, образованный класс, насчитывает едва 1% населения, причем этот 1% разбит на 33 партии, навязывающие правительству каждое свою программу, если вспомнить, что под именем общественного мнения следует понимать чаще всего кошачий концерт озлобленных еврейчиков, заполонивших печать, то можно себе представить, что за прелесть вышла бы у нас республика, опирающаяся на такого рода общественное сочувствие. Теоретически нельзя отрицать, что общественное сочувствие – вещь для всякой власти желательная. Но конституционная монархия именно тем и отличается от республики, что в ней правление ненародное, то есть в самом корне, независимое от сочувствия общества. В республике общество – хозяин власти, монархии – общество только помощник. Как стихии с ведущей, обществу предоставлено лишь обсуждение закона и контроль над чиновниками. Парламентский контроль создан у нас не для борьбы с властью, а, напротив, для непрерывной помощи ей. Конституционализм подобен медицине. Мешательство знаний не изменяет законов тела, а лишь помогает им действовать по всей полноте. Сочувствие тканей законом физиологии называется здоровьем. Не сочувствие – болезнью. Болезни лечат, а не приспосабливаются к ним. Я обещала ответить Столыпину на категорический вопрос, какие поступки и мероприятия требуются для усиления власти. Мне предлагают перечислить точно эти поступки. К сожалению, размеры газетной статьи позволяют именно только перечислить их, а то лишь бегло. Первый и неотложный долг власти, желающий быть сильной, это соорганизоваться на своем собственном посту. Необходимо, чтобы во главе министерства стал человек большого ума и большой воли. Если этим человеком окажется Столыпин, я буду искренне ему аплодировать. Всякое творчество единолично. Не говоря о художественной статуе, попробуйте выслепить горшок компанией с 10 человеками. Помощники правителей нужны, премьер-министру нужна коллегия министров, как для регента нужен хор. Спрашивается, похоже ли наше теперешнее министерство на спевшийся хор? Увы, нет. В общей работе министров и их исполнительных органов не чувствуется гармонии. Возьмите факты, лишь всем известные. Разве господин Столыпин знал о предприятиях господина Гурко, ближайшего своего товарища? Разве то, что делается в ведомстве просвещения, отвечает собственной программе премьер-министра? В министерстве представлены по меньшей мере три партии, причем ведомство, важнейшее в смысле борьбы со смутой, отдано кадетам. Мне кажется, элементарные соображения требуют политического единства в составе власти. Нужно, чтобы не только все министры без исключения, но и все директора департаментов, все генерал-губернаторы, губернаторы, директора высших и средних школ и тому подобное принадлежали к одной партии. Необходимо, чтобы в составе власти было установлено государственное кредо, и чтобы оно соединяло лишь искренне верующих в него. Различие основных мнений естественно в парламенте, но оно является верхом нелепости в правящем кругу. Парламент сходится для выработки закона, правительству же приходится осуществлять закон. Разноголосица тут является бредовым сознанием, которое во все поступки вносит судорожное бессилие. Мнения граждан, в том числе и министров, конечно, свободны, но в министры и правящий слой вообще должны подбираться люди, свободно пришедшие к единству взглядов. Нельзя держаться сразу всех политических программ. Как странно было бы всесословное дворянство, ибо это отрицало бы самую природу сословий. Так нельзя в корпорацию правительства допускать представителей разных партий, разных политических идеалов. Терпимость – вещь прекрасная во многих случаях, превращается в глупость там, где по самой натуре требуется нетерпимость, именно в области решений. Вследствие глубокого государственного упадка у нас от священников перестали требовать веры, от офицеров – храбрости. Кончилось тем, что от правительства не требуют единства воли. Не нужно, мол, определенной государственной программы. А если человек несколько смекает по своему ведомству, то и достаточно. Мне кажется, из разброда мысли на верхах власти идет пагубная вялость действий, безотчетная обструкция сфер друг к другу, отстрочка, затяжка, обход сколько-нибудь решительных мер. Для побеждаемого зла постоянно оставляются лазейки и выходы, как будто лелея бунт, нарушно стараются кое-что сберечь на семена. Сорганизовав подбор согласных людей с общей политической верой, правительство не будет нуждаться в указаниях, что ему делать, чтобы подавить бунт. Оно предпримет не какие-нибудь иные, а те же поступки и те же меры, но лишь с решимостью их выполнить, а не только выложить на бумагу. Сильное правительство поймет прежде всего, что с бунтом нужно спешить, как с пожаром или чумой. Не страшно и в своем начале все серьезные бедствия в конце уже неодолимы. Поэтому откладывать решения на завтра, если они целесообразны сегодня, политика самая плохая. Именно потому, что в составе власти есть люди нетвердых мнений, замирение России идет черепашьим ходом. Именно по этой причине министры колеблются, вступают в спор с лидерами оппозиции, думая заговорить их или переспорить. Именно отсюда возникает странная мысль, что правительство не может подавить террор, а может это сделать только само общество. Но ведь эта мысль в сущности недалека от объявления забастовки власти. Мотивы ее недалеки от тех, которыми объясняет свою забастовку неучащаяся молодежь. Пока общество неспокойно, мы работать не можем. Мне кажется, первым делом преобразованного кабинета был бы твердо поставленный лозунг «не ждать лучших времен», а немедленно принимать меры, при том исчерпывающие вопрос. Громадное большинство решений только тем и плохи, что они нерешительны. Под решительными мерами я разумею, конечно, не поголовные казни и вообще не кровавую расправу. Если еврейская печать в один голос мне навязывает кровожадные мысли, то чего же вы хотите от жидовской совести? Лгать! Лгать низко! Лгать грязно, не боясь никакого смрада клевете. Это составляет один из пунктов помешательства инородцев, что напали на Россию. Насколько эта мания клевет и захватывает еврейские круги, доказывает то, что даже селящаяся быть приличной кадетская речь повторяет против меня все гнусности мелкой еврейской прессы. На обвинение в кровожадности я скажу, что никогда не рекомендовал правительству ни новых виселиц, ни еврейских погромов. Но никто из здравомыслящих русских людей не откажет власти, стоящей на страже нации в праве отвечать на войну войной. Племя Иуды до такой степени рассчитывает на русскую простоту, что право смертной казни серьезно хочет сделать свои привилегии. Сами господа евреи могут видеть или сколько угодно крошить христиан бомбами и браунингами, а христиане отнюдь не могли их тронуть. Даже по приговору уголовного суда. Но сколько бы ни нашлось русских дурачков, согласных на такое разделение ролей, я думаю, неглупые русские люди едва ли обрадуются еврейской афере. Трагическая борьба, что идет теперь, борьба за жизнь России, требует не кое-каких, а подчас трагических мер. Если безвинные русские люди в жертву мира приносят собственную кровь и жизнь, то не станет же наша власть церемониться со злодеями, потому только, что они злодеи. По понятию апостола Павла, который был осведомлен в христианстве едва ли меньше теперешних еврейчиков, только та власть, власть которой не напрасно носит меч. От преступников, ополчившихся на Россию, зависит, чтобы грозный меч государственный был вложен в ножны. Бросьте гнусное смертоубийство, бросьте зверские приемы борьбы, и правительство не коснется вашей драгоценной жизни. Но именно этого-то наши бунтари и не могут. С наглостью, доходящей до юмора, они объявляют нашей власти войну и кричат против военных мер, ставят смертные приговоры и кричат против смертных приговоров. Мне кажется, сильная власть должна презреть этот ерехонский шум. С величайшей тщательностью отделяя мирных людей от воюющих, она должна поступать с последними как с воюющими. При этом всем понятно, что самая жестокая война для обеих сторон затяжная. Будь правительство несколько решительной в начале бунта, не сдавайся оно на предательские вопли об амнистии, умей оно стеречь своих пленных виселиц, потребовалось бы неизмеримо меньше, чем теперь. Если Столыпин непременно требует инвентарного причисления мер, необходимых для усиления власти, то я мог бы повторить то, о чем говорил не раз. А. Нужно, чтобы прокуроры и судьи наши были действительно прокурорами и судьями, а не казенной организацией, служащей кое-где для защиты преступников от закона. Кажется, сам Столыпин сообщал в печати о председателе суда, торжественно вручившем оправданному бунтарю револьвер. Снятый со стола вещественных доказательств. Б. Нужно, чтобы тюрьмы были тюрьмами, а не рассохшимися бочками, из которых утекает содержимое. По сегодняшним, например, известиям из Вятской губернии, в Слободском уезде за 6 дней бежали 12 человек, в Малмышском двое, в Орловском 21 человек, в Глазовском за 3 недели убежал 61 ссыльный. Некоторые дни бегут по 7-8 человек. В. Нужно, чтобы ссылки были действительно ссылками, то есть местами изоляции преступного элемента от мирных граждан, а не местами заразы последних, не очагами распространения смуты. Г. Нужно, чтобы надзор над революционной печатью был не мнимым, а действительным надзором, причем преследование преступности должно быть пресечением ее, а не рекламой для дальнейшего распространения. Д. естественно, не погашает бунта, а плодит его. Е. Нужно, чтобы во голове казена революционных заведений, каковы средние и высшие школы, были поставлены люди, не сочувствующие революции. Учительский персонал должен быть тщательно проверен, и товарищем, носящим вице-мундиры, должна быть открыта дверь. Автономия, превратившаяся в право заводить на казенный счет республики и составлять революционные армии, должна быть отменена. Академический союз профессоров, руководящий учебной обструкцией, должен быть распущен. При сколько-нибудь серьезном сопротивлении бунтующие школы должны быть закрыты с лишением государственного жалования преподавателей и профессоров. Ж Так как войну с правительством ведут инородцы при деятельной поддержке свихнувшейся части интеллигенции и народа, то нужно поставить и инородцев, и служебную интеллигенцию, и воюющий народ в условия, при которых война была бы для них затруднительной. Как это сделать? Вопрос политического искусства, именно того творчества, о котором говорит Столыпин. Во всяком случае, едва ли к усилению власти служит такой творческий акт, как передача целых ведомств в руки поляков и евреев, или содержание на службе с наградой, чинами и орденами десятков тысяч кадетов и эстеков. Подавляя бунт рукой железной, правительство одновременно обязано обрывать корни бунта, а эти корни в самом правительстве. Они в системе старого хозяйства, где ленивые и праздные люди кормились насчет трудовых классов. Никакие тюрьмы, никакие виселицы не спасут государство от народного мятежа, если не будет восстановлен разум в самых основах власти. Если поруганная справедливость не будет поставлена как первый принцип. И народу, и обществу не только должны быть обещаны политические права, но должны быть и даны. Парламент должен не только созываться, но правильная работа его должна быть обеспечена, притом одинакова, от вмешательства бюрократии и от вторжения буйных элементов как слева, так и справа. Следует признать, что только тот парламент есть парламент, который усиливает способность власти достигать ее целей. Таким парламентом явилось бы представительство от трудовых корпораций. Только такое деловое представительство могло бы внести строгий контроль над администрацией и национальным разумом законодательства. Чтобы обеспечить работу делового представительства следует оберечь ее от проникновения элементов, портящих его, от инородцев, от революционеров и от невежественной черни. Сверх всего перечисленного и многого другого власть, желающая быть сильной, обязана всемирно поднять военные силы страны, собрать дружину храбрых, без которых государственная сила звук пустой. Вот беглый перечень практических мер, которые могли бы существенно поднять значение власти. Вместе с силой к ней вернулось бы достоинство, вернулось бы мужество и тот драгоценный секрет порядка, что сейчас как будто затерян. Доверие народа к власти. 23 августа Свиньи и бесы из растений Христос проклял только одно бесплодную смоковницу. Из животных погубил плодовитых свиней, разрешив в них вселиться бесам. Из людей Христос предал проклятию только книжников, которые совмещают в себе бесплодие сухой смоковницы с почти механической производительностью свиней. Горе вам, книжники! Это сказано по адресу ненарода и не аристократии. А тогдашние интеллигенции, того класса, что зарылся в священных книгах, поработился букве и в гипнозе слов утратил здравый человеческий смысл. Интеллигенции еврейской тогда были фарисеи. Именно у них Христос отметил пороки книжной переначитанности. Противные лицемерия прежде всего, предвзятость, мелочность, отсыживание комара, соединенное с сумасшедшей надменностью. Недаром наш пророк-писатель взял из Евангелия тему для своего знаменитого романа. Наша интеллигенция, современная Достоевскому, казалась ему стадом свиньи, в которые по Божьему попущению вселились бесы. Свидетельством этой казни, согласно пророческой легенде, должно быть падение всего стада в море. Если настаивать на сближениях, то провал России под Сусимой напоминает до известной степени евангельское событие. На сцене Малого театра в Петербурге сейчас поставлена переделка бесов. Ряд сценических иллюстраций, которые как бы напоминают еще раз, что у нас есть уже великое предсказание о русской жизни, но нет ушей, которые слушали бы его. О переделке романа говорить излишне. Едва ли возможно переложить статую на музыку или музыку передать кистью художника. Хотя всякий роман по существу представляет драму, как бы рассказанную со стороны, например, хором в греческих трагедиях, но все-таки нечто существенное утрачивается и что-то чуждое привносится при переделке. Тем не менее, пользу переделок нельзя отрицать, как нельзя отрицать значение исторических картин. Переделки выдвигают характерные стороны романа, подчеркивают их, дают стереоскопическую выпуклость типам. Воссозданные актерским талантом герои Достоевского оживают на сцене. Попробуйте забыть капитана Лебяткина при восходном исполнении господина Михайлова. Театр заставляет плохих читателей доглядеть и дослушать то, что они пропустили в книге, заставляет не только познакомиться с великой вещью, но и заучить ее наизусть. Поглядев бесов на сцене, тянет вновь перечитать это огромное произведение, а перечитать его значит вновь передать целые события своей молодости, волнующие, заставлявшие когда-то сильно чувствовать и много думать. Откуда бесы? Откуда умственное состояние, делающее неуравновешенных людей, особенно молодежь, такими несчастными, отравленными, озлобленными, преступными? Что заставляет этих студентов и гимназистов, интеллигентов всякого звания вести себя так плоско, глупо и так цинически жестоко? Люди разного безумия. Они действительно точно одержимы бесами. Они только носят человеческие обличия. На самом деле они живые бесы. Все эти ставрогины, шатавы, кирилловы, бесы страдающие, как бы палимые адским пламенем. Сквозь иную ангелскую наружность, как у молодого верховенского господин Глаголин, сквозит черный дьявол, но дьявол недавний, вселившийся вместе с какой-то книгой. Бесовский сомнамбулизм есть следствие нашептывания, наговора, которым завораживают людей немые бумажные создания. Книги внушают редко нечто великое, ибо великая вообще редкость, чаще же низкая и преступная, чем природа человеческая так богата. Внедрение беса в русское общество начинается в эпоху наиболее яркого развития свинства, в эпоху Тараса Скотинина и Простоковой. Это было в веки Екатерины, когда дворянство было освобождено от исторической службы своей и от многовековой трудовой дисциплины. Почитайте записки Болотова. До Петра Третьего раскрепостившего служилый класс, крепостного права почти не существовало. Оно было общим, и дворянин, и пахарь, и царь по замыслу Петра Великого были скованы до гроба государственной работой. Никому не разрешалось ничего не делать. Никто под страхом тяжелых кар не мог быть паразитом общества. Более или менее просвещенные люди, как и глубокие невежды, были поставлены в одинаковые условия трудовой, деловой, производительной жизни, каждый по своей части. Что касается дворянства, то суровая служба в казармах, начиная с солдатских чинов, непрерывная муштровка, экспедиции, походы, необходимость содержать войска в блестящем виде, ибо век был строгий, все это требовало от дворян большой работы. Кроме работы нужны были забота, внимание, тревога, а в случае войны требовался героизм, доходивший до смертных мук. Войны были частые, походы затяжные многолетние. По скудости поместий даже недоросли и инвалиды не сидели праздными, приходилось добывать хлеб, то есть опять-таки работать. Мне кажется, это рабочее положение облагораживало тогда всех. При отсутствии тесной связи с соседним просвещением русскому обществу приходилось волей-неволей оригинально мыслить, приводить в действие собственной здравый смысл. Великое дело думать творчески. Именно тогда складывался самостоятельный национальный наш разум, сказавшийся в великой литературной школе. Но вторжение иноземцев все испортило. Петр III раскрепостил дворян, позабыв при этом раскрепостить народ. Коренному немцу хотелось видеть вокруг себя пиадалов, и вот сто тысяч дворян были посажены на готовые хлеба. Тогда именно мне кажется и началось свинство русской жизни, подготовившей нашествие бесов. Биология есть закон. Посадите на готовое питание жизнедеятельный организм, и он чрезвычайно быстро примет паразитный тип. Рабочие органы, как ненужные, атрофируются. Постепенно отмирают органы чувств и разума. Уменьшается до полного исчезновения головной мозг, и организм в конце концов превращается в сочетание желудка и половых желез. Раскрепощение дворян и раздача им государственных богатств сделали обеспеченным тот класс, который для блага нации должен бы быть впереди всякого труда, в напряжении таланта и совершенства. Мне кажется, именно тогда подалась наша стародавняя культура. В Бригадире вы уже читаете, с каким презрением молодежь, понюхавшая Европу, относится к своей родине. Тут момент величайшего перелома в истории. Аристократы, защитники страны, герои по профессии каким-то колдовством начинают питать презрение к святыне, служение которой до этого составляло смысл их жизни. Откуда пошло презрение к своей стране? Мне кажется, оно пошло от упадка своей собственной национальной культуры. Она была у нас, но погибла, задавленная новым, ужасным для всякой культуры условием, паразитизмом аристократии. Все было не дурно, пока работали вместе, пока страдали, верили, молились, пока в трагедии тяжелой национальной жизни упражняли дух свой до богатырской выносливости и отваги. Господа Скотинины, Тарас Скотинин, Митрофанушка, сразу два поколения свиночеловеков, занятых только желудочными, только половыми вопросами. Пусть наряду с ними еще, возможно, благородные типы, накопленная сила духа тратится не тотчас, но уже значительная, может быть, преобладающая часть дворянства пала со своей служивой высоты. Чуть послужив, дождавшись чина, поручика или корнета, дворяне выходили в отставку, ехали в родовые усадьбы, опускались аспирины и пуховые подушки, толстели, брюхотели среди дворовых гаремов. От лютой скуки пили, ели, спали, зевали, кутили, доходили до беспробудного пьянства и непотребства. Ведь в самом деле все это было. Старики это еще помнят из живых воспоминаний. Молодежь может прочесть миллион свидетельств, не оставляющих сомнений. Разве только огромные таланты вроде Пушкина и его школы не поддавались расстреливающему влиянию крепостного свинства. Талант, как золото, не окисляется, не ржавеет в щелочах. Но огромное большинство посредственных, освобожденных от труда людей, вырождались известные гоголевские типы. Из них тентетников, как немного позже обломов, были еще самыми симпатичными. Блядитесь пристально в этот класс, какая колоссальная в нем совершилась перемена. Петровские героические времена гербом аристократии мог служить национальный герб орел. Грозное, сильное, зоркое, подвижное животное, наблюдавшее с высоты за двумя материками и как бы двухголовое, таком был старый русский аристократ, отстаивавший Россию. Но хищная птица в эпоху Екатерины как будто начала толстая четвероногая, которому только бы есть да спать. Как в том толстокожем, что наказал Христос, у многих обеспеченных людей высшая жизнь замерла, свелась к жратве. В широких кругах полупросвещенной буржуазии нашей, неправильно именуемой дворянством, скотинине в Обломове погасло мужество, поникла вера, поблекло истинное благородство. Что касается Обломова, то он, подобно несравненному господину Верховенскому, отцу кончает ролью содержанца усередобольной женщины. Заметьте, кому в бесах принадлежит первая скрипка злодейства. Сыну старого эстеты и эпокреица, сыну изящнейшей, строго выхоленной свиньи, если позволено сказать правду. Это родство знаменательно, оно обдумано Достоевским, как страшный вывод его эпохи. Мистик, и как всякий мистик, символист Достоевский не мог не видеть, что нашествие бесов стало возможным лишь на почве полного маразма старых поколений, совершенной их неспособности отстоять культуру, которой, будучи представителями ее, они первые изменили. Глубоко обмещанившееся общество, утратившее все рыцарское, все сильное, все двигавшее на подвиг, непременно должно было сделаться добычей чужих идей, ибо утратило свои. Если народ безрассудно растратил древнее богатство духа, он непременно тянется к чужому богатству и делается рабом его. Чужое добро в рог не идет, говорит умная примета. Чужой дух, чужие идеи действуют, попав в наше сознание по каким-то своим законам и ради своих интересов. Принимающая их среда делается их питанием, их добычей, не более. Чем более рыхл и жирен класс, подвергающийся нашествию идей, тем более он благоприятен в смысле питательного бульона для заразных начал. Нигде так широко не распространился нигилизм, как в России. Продолжение следует...